Добрый день, дорогие зрители! У нас сегодня в эфире программа «Смотрите, кто пришел». С Ли Бушканец. Меня зовут Ли Ефимовна Бушканец. Я заведующая кафедрой иностранных языков в сфере международных отношений Института международных отношений Казанского университета. И в эти дни в Казанском университете проходит большой форум «Россия и исламский мир. Россия и ислам в мультикультурном мире». И сегодня у нас с вами в гостях Али Аль-Ахмат, общественный и политический деятель Сирийской Республики. Здравствуйте! Здравствуйте! Приветствую вас, приветствую наших зрителей. Спасибо за приглашение. Мы очень рады, что вы приехали к нам в гости. Тем более, что несколько лет была пандемия и у нас не проводились большие конференции. Вот, наконец, теперь снова появилась возможность встречать наших замечательных гостей. Но вы ведь в Казани не первый раз. Да, я... Ну, долго. Я был первый раз в 1982 году. Тогда я учился в Советском Союзе. И для меня была радость, что я мог приехать в Казан, увидеть Казан в то время. Но сейчас совсем другой Казан, совсем другая страна, развивающаяся, поднимающаяся во всех отраслях, по красоте, по всем отраслям. Поэтому я второй раз здесь. Второй раз. То есть у вас почти 40 лет разница между первым визитом и вторым. Ну, конечно, наш город очень изменился за это время. И, как вы считаете, в лучшую сторону? О, еще. Еще бы. Нет, конечно. Я знаю, что исторически Татарстан всегда был центр науки, всегда был центр цивилизации. Казан в том числе, потому что это столица. Да, я это все знаю. Но, тем не менее, нет, конечно, в лучшую сторону. Я очень сильно изменился в лучшую сторону. И даже это видно в глазах людей. Это видно в их улыбках. Видно в их... Это не только архитектура, не только какой город он аккуратный, не только скульптуры. Вот это нет. Да, это видно, ощутимо в глазах людей. И как они ведут себя. Очень, очень так, в смысле, щедро, уверенно, обученные люди. Вот это очень ощутимо, честно говоря. Мне это очень приятно слышать. Давайте мы с вами сначала поговорим о форуме, на который вы приехали. Как вы считаете, нужны ли такого рода форумы? И что может сделать республика Татарстан? Чем она может помочь в решении каких-то вопросов, проблем, которые возникают в нашем общем исламском мире? Насколько полезны такого рода форумы? И так далее. Вы знаете, есть у нас большая проблема. То, что мы знаем друг друга глазами Запада. Мы знаем, что СМИ Запада, они владеют почти 96% СМИ мира, они самые влиятельные. Поэтому мы обознаем и узнаем друг друга постоянно их глазами. Это не то, что нехорошо. Это плохо. Мы должны знать друг друга нашими средствами информации, мы должны знать друг друга общественную и дипломатию. Мы должны... Ну, у нас и корень, и культура, и разные религии, не только ислам, они одни почти. Поэтому то, что связывает нас тысячелетия, это все, конечно, для нас долг знать друг друга напрямую. Вот когда собираются столько экспертов, знающих ислам, знающих этих культур, разновидностных культур, знающих разные языки, когда они собираются, конечно, это не только очень полезно, это необходимо. Это необходимо для нас. Вот я уже почти 40 лет не был в Казани. Вот это я считаю, это нехорошо. Почему? Потому что... Но я должен был продолжать знания этого интересного, очень щедрого и очень такого хорошего народа, как татарский народ. Я должен узнать эту прекрасную столицу. Поэтому нет, конечно, такие формы, они не только необходимы на экспертном уровне, даже на общественном уровне. Потому что я не только с экспертами встретился, я сейчас встречаюсь с людьми. Я иду не только по этому вопросу. Тоже я был в университетах Казана сейчас и встретился сейчас с технологическим университетом, с очень интересными людьми. И это тоже я вижу студентов, они как живут, как они учатся. Поэтому это тоже необходимо для нас. Мы будем посылать своих студентов, чтобы они здесь учились. Мы должны быть спокойнее, что они будут принимать очень хорошее знание. И я на этом уровне уверен, что когда будут они здесь учиться или знать друг друга... Это, конечно, вот этот форум, он очень-очень важен и необходим. И необходимо его продолжение. То есть между двумя формами, которые происходят каждый год, вот чем мы занимаемся за этот год, это очень важно. Нельзя, чтобы подождать второй форум. Мы должны поддерживать отношения еженедельно, ежемесячно в таком темпе. Вы сейчас замечательно, интересно сказали, потому что общественная дипломатия — это то, о чем сейчас все так активно говорят. И это то, чему учим наших студентов и в Балкавриате, и в магистратуре. А вот как вы думаете, что можно сделать в России в плане общественной дипломатии, чтобы в Сирии лучше знали Россию? И что может сделать Сирия для того, чтобы мы в России лучше знали Сирию? Ведь раньше, например, радио было, радио в России вещало на немецком, на арабском, на английском, на самых разных языках. По-моему, чуть ли не 50 языков было. Ведь мы в Сирию не очень хорошо знаем вашу повседневную жизнь, архитектуру, может быть, кино, литературу. Вот что бы вы посоветовали, как проводить общественную дипломатию, чтобы мы здесь в России лучше, больше знали о Сирии? Ну и заодно, может быть, что-то вы посоветовали нашим зрителям? Что прочитать, что посмотреть, с чем познакомиться? Согласен. Это не в обиду, только факт. После того, как спал Советский Союз, конечно, произошел очень большой разрыв. До этого мы знаем, что был прогресс, который печатал на арабском языке и на всех языках мира. Очень много печатали, всю литературу советскую тогда мы знали очень много. русских и советских писателей, мы знали общественную жизнь. Я помню московские новости на арабском языке. Я там тоже писал иногда, какие-то статьи тогда. Дело в том, что вот этот разрыв, он в какой-то степени старается, сейчас старается даже Россия построить этот мост, чтобы не было этот разрыв. Но мы должны работать еще больше, потому что на самом деле Сирия в арабском мире, она самая близкая страна для России. И осталась, даже когда спал Советский Союз. Тем не менее, тем не менее, самая близкая, я чувствую, что мы недостаточно знаем друг друга. В экономическом, в культурном, во всех отраслях. Но это, мы за это мы отвечаем. Мы отвечаем оба, то есть Сирия и Россия. Даже общество. И, кстати, это знание, оно полезно не только на верхушке пирамиды, нет, оно на подон, на нижнем уровне пирамиды. Это очень полезно, это очень эффективно, даже в экономическом смысле. Вот это, потому что, вы знаете, что даже в экономике нужен рынок. Рынок, это без знаний, всего тоже невозможно идти, узнать и даже открывать какие-то рынки. Поэтому, нет, я считаю, что что мы должны сделать? Есть какая-то ответственность, это на руководителей всех этих двух стран. Не только руководители, это ниже, они очень много делают для этого. И уже ниже стоящиеся руководители, они должны очень много для этого делать. Понимаете, вот, допустим, там торговые палаты, индустриальные палаты, культурные центры. Все эти, они, на них большая ответственность, должны они работать на том же уровне, как руководители. Потому что, когда есть политическая договоренность на самом высоком уровне, мы должны соответствовать этим договоренностям. Понимаете? Вот в этом плане я чувствую, что мы не соответствуем. Уровень очень высокий. Вот президенты, министры иностранных дел работают очень высоко. А до сих пор вот эти индустриальные, коммерческие, даже культурные центры не работают на том же уровне. Мы это все должны понимать. И включая университеты, институты. Понимаете? Вот мы должны еще активнее работать во всех этих отраслях. И вот этот форум, он понимает такие вопросы, потому что это не только слова, это не только стихотворение. Это нужно, для этого нужна статистика, нужна информация, нужно все это. Надо знать и закрывать все щели, дырки и все это, чтобы у нас была действительно плодотворная работа. Мы все это сделаем. Но давайте мы начнем прямо сейчас. Вот с вашей точки зрения, современная Сирия, она какая? Я вот работаю в Институте международных отношений, конечно, и читаю, и слежу за всеми новостями. Но вы правильно сказали, что мы смотрим друг на друга часто глазами Запада. Сожалею. Италию я знаю гораздо лучше, чем, предположим, Ближний Восток. Да. Вот прямо сейчас расскажите мне, какая она Сирия, с вашей точки зрения, и что нам нужно, может быть, прочитать из сирийских писателей, с чем познакомиться, с какими интересными достижениями в культуре. Вот у нас есть зрители, и они могут прямо после того, как посмотрят нашу передачу, что-то сделать для того, чтобы эта общественная дипломатия между нашими странами реализовалась. Он очень легкий и очень сложный вопрос, на самом деле. Вы задали очень хороший вопрос. Все наши дорогие зрители знают, что сейчас уже почти 11 лет ведется война в Сирии. Это, к сожалению. Вы знаете, что самая древняя столица в мире – это Дамаск. И даже самый древний город в мире – это Алеппо. Это не Дамаск, это Алеппо. 15 тысяч лет почти. Мы сейчас о древности, а о настоящей Сирии очень многое можно говорить, конечно. До войны это самодостаточная страна, светская страна. Уважает всех религий. Есть в ней промышленность хорошая. Около 124 тысяч было маленьких и средних, и больших заводов. Но самодостаточная в аграрном и в индустриальном. И даже в нефтяном, газо-нефтяном отрасли. Но из-за этой войны, конечно, нельзя не сказать, что очень много разрушено. Тем не менее, если бы не было такой глубокой культуры, и не был такой народ, который уверен в себя, он не мог удержаться напротив таких сил, как Соединенные Штаты Америки, и его союзники, которые вели эту войну, которые финансировали, которые работали, которые финансировали террористов, как ИГИЛовцы, как Джабетон Нусра, как разные политические исламские партии, которые, они же шли ислам, это целая армия. Один факт только, один факт, не я о нем говорю, это Держбегел об этом говорил, что около 160 тысяч террористов вошли в Сирию, они работали против, это иностранцы, кроме сирийцев, кроме арабов, которые там. Понимаете, это, это, ну, не будем об этом, не будем об этом, будем говорить, что сейчас успокаивается действительно Дамаск в мире, Алеппо в мире, в Холмс тоже сами, очень многие города, это, когда приезжают, русские знают это очень хорошо, мы приглашаем, приезжайте, ничего, не только ничего страшного, а наоборот, жизнь уже кипит, очень много интересного, вот вы спросили о культуре, конечно, у нас есть очень хороший художник, у нас есть несколько очень хороших групп, танцы, песни, все это, интересные писатели, есть, конечно, разные поэты, разные это, перечислять всех очень трудно, есть те, которые переводили русскую и советскую культуру, как сами дроби, он перевел Достоевского, он перевел Лермонтова, он перевел Толстова на арабский язык, есть другие, конечно, которые переводили, мы знаем Расул Хамзатов, мы знаем очень многих писателей русских и советских, поэтому, мы очень близки, кстати, оба, мы и вы восточные, это мы очень эмоциональные люди, оба, и если бы не душа, если бы не душа вот этих народов, вы не смогли бы выиграть во Второй мировой войне, и мы не смогли бы выиграть в этой войне, понимаете, потому что если математически посчитать, то мы должны были проиграть сразу, это все эти силы, а кто такая Сирия, понимаете, а нет, это душа, нельзя было математически просто, они победили, потому что, и то же самое, Советский Союз в то время, и вот эти народы Советского Союза, если посмотреть те силы, которые были у фашистов, и какие силы были тогда, надо было проиграть эту войну 100%, нет, душа тех народов, это очень похоже, и сейчас то же самое, сейчас то же самое, нельзя, нельзя предугадать, какие, как они, они это, ну, что их держит, нельзя это предугадать, есть очень много, очень много, приезжайте, знайте, и знаете самое большое, что сирийский народ, он очень похож на ваших народов, очень похож, он тоже очень щедрый, он гостеприимный, он трудолюбивый, он научно любивый, он экспортирует, он экспортирует почти во всем мире, сейчас экспертов, специалистов, врачей, инженеров, даже промышленников, представьте себе, что даже в Германию, удивительно, даже в Германии, даже в Германии, очень много врачей, даже в Соединенных Штатах Америки, сирийские врачи, они получают какое-то место, это высокое место, я не говорю сейчас о инженеров, о других специалистах, поэтому нет народа, он не только там эмоциональный, это гостеприимный, нет, он трудолюбивый, и научно любивый. Это замечательно, вы сейчас просто гимн в своей стране произнесли, я хотелось тут же приехать. Я клянусь, я клянусь, я не любитель, не любитель, просто вот такие, я это просто говорю, то, что есть. Хорошо, и очень большое спасибо за приглашение, я думаю, что и мне очень захотелось приехать, и нашим зрителям тоже захочется приехать в Сирию, и я верю, после того, что вы сказали, что все последствия войны будут, конечно, все, уже это будет снято. с вашей помощью, потому что и мы победили этот терроризм с помощью России, это нельзя не сказать, это мы должны сказать. Для России Ближний Восток всегда очень близок и очень интересен, и поэтому искренне интересен. А вообще, вот ваша оценка ситуации сейчас на Ближнем Востоке, какова? Ну, Ближний Восток, он по себе очень щепетильный. Очень сложный регион. Он очень сложный регион. Много религий, много, и на нем внешний фактор очень влияет. К сожалению, До сих пор он, нельзя сказать, что он собрался, нельзя сказать, что он уже, есть времена, когда он жил в самые лучшие времена, может быть, золотые времена. Есть. Но они не были так продолжительны, чтобы они устояли. Понимаете, если, допустим, там 20-25 лет, это в жизни народов, это, в жизни человека это много, в жизни народов это немного, понимаете, он не успел, не дают ему успевать. Конечно, он отвечает за кое-какие и очень многие даже недоработки, да, но внешний фактор, поверьте мне, внешний фактор играет очень большую роль, отрицательную роль. И внешний фактор положительный, вот как раз почти всегда играл Советский Союз в какое-то время и Россия в это время. Это противостоять отрицательную роль Запада. Понимаете? Даже у меня была лекция вместе с Мигаилом Муратинос, он бывший тогда министр иностранных дел Испании, он, не я, он сказал, что вопрос между Югом и Севером, отвечая за этот вопрос, Север, Север, богатый Север, Юг, они смотрят на нас высоко, понимаете? Они делают все для того, чтобы смотреть высоко. И экономические санкции, и экономический подрыв, и даже иммиграции, иммиграции какие-то какие-то спектры это религиозные, так, чтобы высосать от нас постоянно, вот это, это не Европа, это Север, это Север, и Соединенные Штаты, это англо-саксонские такой, задумки, постоянно, вот это, конспирации, что делать, так, понимаете, это очень плохо для таких районов, как шептильных районов, они смогли что-то сделать, я не с Советским Союзом, с вашими, вы тоже прожили очень плохие времена в 90-е года, положительную сторону этих годов, не будем о них, но тоже были экономические очень плохие времена, поэтому есть этот фактор, и опять-таки спасибо России, что она делает вот это равновесие этому фактору, чтобы давать этому району самим каким-то образом постараться самим развиваться, или будем развиваться, или нас не будет, ничего. Очень приятно слушать такие слова в адрес России, и в продолжении этого хочется вас спросить, вы прекрасно говорите по-русски, вы учились здесь в России, или вы учили русский язык в Сирии, откуда у вас такой блестящий русский язык? Ну, спасибо, что вы сказали блестящий, у меня был гораздо лучше, я учился в конце 70-х годов, начало 80-х, 80-х, у меня гораздо лучше, конечно, тогда был русский язык, сейчас это остатки того языка, который я знал очень хорошо, приезжайте к нам чаще, будет больше практики, все вернется, точно, само собой, да, конечно, даже у меня не было тогда акцента, сейчас может быть кое-какой акцент, чуть-чуть, я учился, я учился в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, я на тонельщик учился, а в Сирии есть железнодорожный транспорт? я хотел строить метро тогда, есть, конечно, в Сирии, в Дамаске, в Дамаске, к сожалению, я не смог, никто не смог, нету метро, у нас до сих пор, но да, есть железнодорожный транспорт, очень хороший, вообще транспорт, в Сирии он развит, я здесь провел очень хорошие времена, учился, женился, у меня дети, они русско-сирийцы, вот в таком смысле, да, в принципе, вот, от тех времен, я даже был на Патфаке в Баку, это в 78-м году, да, и Баку уже сейчас другая страна, но вы работали советником руководителя Центра русской культуры, я сейчас работаю, и сейчас работаю, раньше политическим советником министра информации, политическим советником министра информации, а что вы советовали, что вы сейчас советуете, министру информации, мне очень интересно, потому что информация это тоже политическая сфера, И что вы советуете, когда речь идет о русской культуре? Да, знаете, сейчас недавно открылся русский культурный центр в Дамаске. Он вернулся. Кстати, русский культурный центр в Дамаске, он с 60-х годов прошлого века. Он играл очень большую роль в развитии сирийской культуры. Балет, опера, танцы, рисование, всем. И, конечно, преподавание русского языка, само собой. Мы стараемся сейчас, чтобы этот русский культурный центр занял ту же самую позицию. Тогда еще у нас не было Дом оперы. Сейчас у нас есть Дом оперы. Тогда не было у нас в Сирии факультет преподавания разных театральных мастерств. Сейчас у нас есть. Тем не менее, русский культурный центр до сих пор играет такую роль. Понимаете? Кроме этого, мы знаем, что сегодня Сирия выходит из 11 лет войны. И Россотрудничество, оно не занимается только культурой. Оно занимается наукой. Есть квоты для сирийских студентов. И, кстати, это развивается. Уже почти 700 квот. Скоро может быть еще больше по всем отраслям науки. И есть сирийские студенты, которые хотят за свой счет приехать учиться. Одновременно, конечно, есть гуманитарная помощь, которая нуждается сейчас в Нью-Сирии. Этим занимается тоже Россотрудничество. Гуманитарная помощь, может быть, принимая гуманитарную помощь, может быть, даже научить людей. Потому что мы потеряли очень много специалистов. Сейчас мы повышение квалификации, поднятие уровня специализации. Это очень важно для Сирии. Это Россотрудничество. И культурный центр, как он представитель этого Россотрудничества, этим занимается. Вы знаете, что неформальный человек, который уже руководитель Россотрудничества, это, значит, Примаков, господин Примаков, он очень поощряет всем этим вопросом и работает над этим, и его сотрудники. Поэтому Сирия особая для них. Из-за отношений между Россией и Сирией одно. Из-за того, что Сирия очень нуждается. Из-за того, что они неформалисты, они знают, что нужно делать. Понимаете? Вот это этим занимается. Это мой совет или не мой совет, мы вместе сотрудничаем. Понимаете? Я знаю очень хорошо свое общество. Я знаю достаточно хорошо. И это, конечно, что-то меняется постоянно. Но мое дело, мое дело, обязательно, значит, всегда сказать, где есть нужды, как к этим нуждам, и одновременно открыть пути. Я знаю, я знаю в смысле. Потому что, знаете, тоже в каждой стране есть своя пюрократия. Конечно. Мы эту пюрократию, мы должны не обойти, а быстро ее продвинуть. Но ведь меня очень интересовала ситуация, что вы были инженером, вы учились на инженера, а стали политиком. Нет, еще инженеры и политики. А, и сейчас еще инженеры и политики. Конечно. А трудно вообще быть политиком? Знаете, политика – это самая сложная и трудная наука и опасная наука во всем мире. Почему? Почему опасная? Сейчас скажу. Потому что ее тема – это жизнь людей. Понимаете, в чем дело? Понимаете? Если политик ошибется, ошибется, то, может быть, цели народа, а цели, слои народов, они просто обеднеют. Как минимум, если они не уничтожатся. Понимаете? Поэтому политика, она очень опасная. А трудно вообще научиться на политика? Может быть. Знаете, мне кажется, все-таки политика – это талант. И надо одновременно, конечно, повесчать квалификацию. И знать очень много. Всех наук, кстати. Или я перед тем, как началась передача, я сказал вам, что политик обязан знать обо всем хотя бы немножко. Да, в отличие от специалиста. Специалист, да. Специалист должен углубляться в свою специальность и узнать ее глубоко. И чуть-чуть о других. А наоборот, политик, наоборот, он должен знать очень много обо всем. И чуть-чуть о своей, может быть, какой-то... Я не говорю как политик, а специальность как политик. Я говорю, нет, он должен знать обо всем все. Понимаете? Не может быть политик без экономики. Не может быть политик без географии. Не может быть политик без истории. Не может быть политик без философии. И даже я вспомнил, когда, значит, ваш президент, он говорил про Омар Аль-Хайям. Он господин Путин цитировал Омар Аль-Хайям. Не может быть политик без чувства. А он, если не чувствует, что такое стихи или это, тоже не может быть хороший политик. Понимаете? Это очень важно. Спасибо вам большое за беседу. И я очень надеюсь, что все политики в мире будут такими обаятельными, такими мудрыми и такими интересными, как вы. Спасибо. Это потому, что вывели так передачу. Я, может быть, что-то смог сделать. А остальное нет. Спасибо большое. Итак, наши зрители, сегодня у нас в гостях был общественный и политический деятель Республики Сирия Али Аль-Ахмад. Спасибо вам большое. И спасибо вам за то, что вы были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова